Уверен, что в последующие годы мы продолжим развитие партнерства с ЕС в положительном русле, заявил президент Азербайджан Ильхам Алиев в ходе встречи один на один с главой Совета ЕС Дональдом Туском. Во время беседы была подчеркнута важная роль Азербайджана как инициатора и участника сразу нескольких крупных транспортно-логистических проектов, которые позволяют связать Европу с Азией, а также роль Баку в обеспечении энергобезопасности Европы. На встрече в расширенном составе глава государства выразил уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве Азербайджана с Европейским Союзом. Президент Ильхам Алиев отметил, что с момента последнего визита Тускова в Азербайджан отношения между Брюсселем и Баку успешно развиваются. В ходе переговоров стороны уделили внимание и вопросу решения армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В заявлении для прессы глава государства отметил важность продолжения мирного процесса урегулирования конфликта. Конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Долгие годы наши территории находятся под армянской оккупацией. Более одного миллиона беженцев, вынужденных переселенцев, страдают от последствий этой агрессии и оккупации. Наша принципиальная позиция состоит в том, что конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наши усилия направлены на скорейшее урегулирование конфликта. Причины, по которой конфликт до сих пор не разрешен, заключаются в неконструктивной позиции Армении. Уверен, что усилия международного сообщества и минской группы ОБСЕ должны быть направлены на скорейшее урегулирование конфликта. Статус КО неприемлем. Изменение статуса КО означает начало освобождения азербайджанских территорий от оккупации. Азербайджан уникален благодаря своему стратегическому расположению в сегодняшнем сложном геополитическом ландшафте и реализуемой страной проекта имеют глобальное значение, отметил Дональд Туск. Европейский союз продолжает полностью поддерживать усилия сопредседателя минской группы и их стремление к справедливому и прочному урегулированию, основанному на принципах Хельсинского заключительного акта, добавил глава Совета ЕС. Европейский союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Мы ценим общее снижение напряженности, но, как и сопредседатели, мы обеспокоены недавними жертвами на линии соприкосновения. Сдержанность важна, равно как и меры по восстановлению атмосферы, способствующие миру и благоприятные для продуктивных переговоров. ЕС уже поддерживает деятельность по установлению мира и готов содействовать конкретным мерам по подготовке населения к миру. Президент Европейского совета напомнил, что в 2018 году ЕС и Азербайджан утвердили приоритеты партнерства. Дональд Туск также отметил, что Азербайджан предпринял впечатляющие шаги по превращению в транспортно-логистический центр и дал высокую оценку проекту Южного газового коридора. Эльнара Мамедова, Орхам Мамедов, CBC